Мне был приготовлен завтрак, мне тряпочку дали для протирания стекла, потому что жалуются, что у меня мутно, извините, лучше не будет, потому что это из-за стекла, вот, мне был приготовлен завтрак, яичко с колбаской, приятного всем аппетита, друзья мои, как удобно, на втором телефоне все грузится, а ну этот могу записывать, меня спросили, куда ты второй телефон денешь, друзья мои, и тот и тот работает на меня. Мои помощники, на меня, вкусно, я еще шарлотточку хочу попробовать, приятного аппетита, сказала, не помню. Ты поджарил знатно, в чернявую блюдо все, что ли. Знаешь, кто поздно говорят? Это знатно поджарил. У него еще более знатно поджаренные. Вкусно. Вытяжка. Я вообще ее не пользуюсь, оно мне как, как он называется? Просто лихит. 25-го числа мы собираемся на шашлыки. Поехать. На природу. Завтра будем мариновать. Не будем, а будет Виталик. Он у нас вкусно маринует шашлык. Я не касаюсь этого дела. У меня что-то приложение почки не работает, не пойму, в чем дело. Уже и так, и сяк. Не фурикает и все. А, ты на сливочном масле жарил? Конечно. Потому оно и гореть начало. На сливочном масле всегда так. Я всегда речницу жарю на сливочном масле. Она всегда пригорает. Это его особенность. Да, кстати, разное масло по-разному все идет. Вот это вот масло мне что-то не понравилось. А что ты тогда его купил? Откуда я знаю? Такое, как ты в прошлый раз покупала, которое мне понравилось, сегодня было. Я буду шарлот еще есть. Я знаю, я уведу себе. Животяк. Животяк лежит сладкий. Милая девочка. Так, где тут моя подставка? У меня же теперь есть подставочка специальная для телефона. Сейчас шарлотки себе отрежу. Так, интересно, а вам будет слышно? Я с сестрой разговаривала. Ставила на эту подставку. Она мне сказала, что плохо было меня слышно. Я это связываю с тем, что у меня немножечко микрофон закрывается. Ну, а что делать? Вроде стараюсь, чтобы нормально было. Так. Не пойму. Разъезжаются ее ноги. Вы у меня криво стоите. Хорошо? Хорошо. Так. Кофе. Шмурдяк, что ли, себя завести? Вообще на солнце мутно, да? Прямо вам меня вообще не видно. Ну, давайте по голосу. Сейчас шарлотки. По трубам. Ну, эти прям сильно будут жаловаться, да, Виталь, что плохо. Видно. Переклеим. У нас есть еще одно стекло. Если прям... Да, надо переклеивать здесь сразу. Да? Тебе шарлотки, что отпилить? Да. Естественно. Ну, тогда вот это тебе куфет устроить? Угу. Оно уже подостыло? Да, оно подостыло-подостыло. Такое-то тепленькое еле, или даже холодное, не тепленькое. Я, наверное, сюда навезу обычного кофе, который называется растворим. У нас манка есть. Манка? Да, наверное. У нас нет молока моего. Молоко не нужно. Как мне нужно, если мне нужно? Не убирать? Прости, пожалуйста. Здесь-то обычное. Хороший. Это твое. Это моё. Сейчас перестану и вас заберу. Без паники. Вы у меня прям с подставкой пойдете. О, вот когда против солнца... Смотри. Против солнца. Что-то оно на лицо. Оно четко. То есть мне нужна лампа, которая будет на мое лицо. Да нет, это тебе надо там поковыряться в настройках. Нет. Вот смотри. А сейчас поворачиваю, и не рожна не видно. Я тебе говорю, если мое лицо пнуть и в солнце... А тебе не видно? Нет, и им тоже не видно. Я же видела. Я же смотрю видео, которое я гружу. А может, сеглопили клеить? Дешевле, дешевле, чем нам. Так и живем, понимаете? Ну, а что, я не знаю. А самое главное, ведь посмотри, как на солнце хорошо. Вот если у меня солнце прямо в мое прекрасное личико фигарит. Я вас буду просто вот так ставить. А когда буду вон там вешать, буду на тот телефон снимать. Приятного аппетита. А это что, как называется? Это называется творожная шаргутка. А, шаргутка. А это называется буль-бульгирия. Носик. Глядь. Обшпаришь твои ноги. Буль-бульгирия. Вот, буль-бульгирия задница. М-м-м-м. Телефон упал? Угу. Лишь бы не бой. А эти груши сладкие-сладкие, да? Я сметанки возьму. У вас усыпало. Смотри, шляпая. Ты Шкода сегодня. На глазок, там такая Шкода. Буль-бульгирия. И смотрит, заигрывает, а? Посмотри, у нее даже хвост такой. Видно, что наиграться собирается. Это ж надо. Какая скотинка. Ну и как тебе, Шарлотка? Ничего, такая вкусная. Мне все ж время тебе есть от вармии пельмени до сосиски. Взышала. У тебя пельмени. Дома не ели пельмени. У нас нет в холодильнике. Что ж ты говоришь? Ты что, мне тут пишешь, что вы каждый день только ими питаетесь, а ты такую подставу делаешь? Перемели бы. Ага. А я предлагаю налепить. Не хотелось бы тебе устроить этот замечательный аттракцион на кухне? Со сметаной вообще просто фантастический пирог. Какая она классная получилась, Нина. Как мне из теста сделать длинные такие колбаски тонкие, чтобы они были одинаковые, ну, идеально ровные? Понял? Тебе имеет значение, из чего тесто сделано? Диаметром где-то 5 миллиметров. А из чего? Может быть, например, просто, как мы делаем, кипяток, яйцо, соль, да, вот мука. Или наоборот, вымешивать долго не кипяток, а долго-долго вымешивать, месить, 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 месить тесто. Мука, вода, соль. Соль обязательно? Нет. Сахар, мне нужно вместо соли. Сахар, не знаю, можно попробовать на стакан муки сделать, меньше на полстакана муки. Что с тобой? Мне много не надо, не надо. Максимум две вот такие колбаски. Ну, значит, чуть-чуть сделать. А зачем? Как скатать мне их? Вот так и скатывать, как ты показал. А по-другому не так. Ты можешь рассказать, для чего? Я сам еще не решаю. Просто так? Покатать тесто тебе охота? И вместо червей хочешь насаживать? Макарошки я буду делать. Да, но это червей. Ты хочешь как тот на веревке натягивать? Насаживать? А что? Ну, расскажи ты, ну что? Ну, мне надо сделать вот это тесто специальное. Ну? Что? И все. Только чтобы они были длинными колбасками. Интересный ты. Интересный ты. Со своими колбасками. Что тебе объясняет, все равно не поймешь. О, как. А почему я все равно не пойму? Ну, я вроде не жалуюсь. Потому что это сугубо лично мужские дела. Ну, раз это сугубо лично мужские дела. А сушить их можно у тебя в твоей сушилке, да? В ускоренном процессе. Их можно посушить и в духовке? Нет. Их надо нежно щитить. Они на 30 градусов будут очень нежно сушиться. Просто если их быстро засушить, они будут плавающие. А мне надо, чтобы они были тонущие. Их надо недолго потихоньку сушить. Если они у тебя будут сухие, то они у тебя все равно будут всплывать. Ты такие вещи говоришь. Ты же физику знаешь, как облукленную. Как эта сухая будет у тебя. Я сделаю, а потом посмотришь на испытаниях. Вот знаешь, из-за чего я не люблю рыбалку? Из-за чего? Вот, ну, как бы я ее люблю, но иногда она мне перестает нравиться. Вот из-за таких моментов. Вот это вот менжевание, что ты хочешь, как вот это ты говоришь, что я не пойму. Я сам подумал, что я буду придумывать сейчас. Ну, как ты их хочешь надевать вместо червяков или что? Нет, я рядом буду класть. Ну, конечно, вместо червяков. Но мне не надо колбасу, как червяк. Ты что, я маленькие такие цилиндрические насадочки. Малюсенькие такие цилиндрические. Цилиндр знаешь? Представь себе. Нет, не знаю, расскажи, что это. Размер цилиндра диаметр 6-5 миллиметров, а высота цилиндра 1 сантиметр. Вот такие мне надо колбаски сделать. Ну, надо сделать колбасу длину и ее подчикать на маленькие такие цилиндрики. Что связано с мукой, ты уже достал? Нет, а на чем делать? Конкретнее. Ну, вот эта прокладка. Ковре еще ниже, в самом низу. Еще ниже. Еще ниже. Ага, слева руку засовываю. Вот эта, да? Да. Это надо сначала убрать все со стола, потом ее туда залепендрить, а потом положить все обратно на стол. В моем кабинете происходит некохот. Раз мы едим в 25-го, значит, не надо. Все, друзья мои, приятного аппетита. С удовольствием. С удовольствием.